Итак, наш предмет называется микро-коммуника. Название предмета состоит из двух частей микро- и коммуника. Скажите, пожалуйста, как Вы считаете, какая из этих частей главная определяющая? Экономика. То есть, прежде всего, это указывает на то, что предмет экономика. Микро указывает на то место, которое занимает эта дисциплина в большом множестве экономических наук, экономических дисциплин. Значит, нам необходимо с Вами, прежде всего, определиться с тем, что такое экономика. Какие мысли первые возникают, когда Вы слышите слово экономика? Ассоциации какие первые? Ну, я говорю, первые, а Вы как за 2 месяца? Ну, я не стесняюсь говорить. Как Вы что, купить подешевле экономика? Экономика, хорошо, хорошая ассоциация еще. Наука, изучающая отношения между процессами, торговыми, 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 ресурсами. Наука, которая изучает вот эту самую экономию, да? То есть, посмотрите, Вы сразу, в общем-то, в корень все зрите. Потому что, когда мы говорим экономика, во-первых, мы можем иметь в виду экономическую практику человека. То есть, то, что мы с Вами, с чем мы сталкиваемся в жизни, то, что мы осуществляем на работе и как домохозяйство, как работники и так далее. И это наука, безусловно. То есть, экономика, есть какая-то экономическая деятельность, и экономика – это наука, которая экономическую деятельность людей изучает. И с этим совершенно необходимо определиться. Так, экономическая деятельность людей, она достаточно сложная. Мы все действуем в каких-то экономических неких системах. Я здесь система, ну, не использовать как... Ну, вот это слово «система». Что оно означает? Вообще, когда Вы слышали слово «система». Какие есть? У системы есть схема. Схема – это значит, что есть какие-то элементы и связи между ними. Вот система – это всегда элементы и связи между ними. И эта система обычно определяется характером элементов и характеристиками связи между этими элементами. И, в принципе, вот экономические системы... То есть, все вокруг нас вообще везде системы. Мы сами системы, как организм. Да? Наш коллектив – это система. Биологические популяции – это система. Город – это система, где есть элементы связи между ними. Экономика – это тоже система. Причем, если мы берем экономику страны, это будет одна система. Какие элементы будут в экономике страны? Город – это государство, промышленность, то, что производят, да? Город – потребители. Город – ну, еще потребители, как мы знаем, это называется домохозяйство. А еще, если, например, предприятие само по себе – это система, какие элементы предприятия как системы можно выделить? Город – да, само по себе. Город – потому что производство, какие-то ресурсы, да? Город – получение... Город – ну, вот вы каждый работаете, допустим, на фирму. Есть какие-то подразделения, да, фирмы? Между этими подразделениями, а если это промышленное производство вообще, между ними существуют связи, как какие-то материальные, то есть там обработанные детали из одного цеха поступают на обработку в другой цех, например, да? Между ними существуют экономические связи, документообарных существует, да, какой-то и так далее. То есть они все взаимосвязаны, это тоже система. И, собственно говоря, системы же разные бывают, да? Вот коллектив трудовой – это тоже система. Ваша группа – это тоже система. Наш институт – это тоже система, состоящая из студентов, преподавателей, подразделений, которые осуществляют функционирование всей этой системы и так далее, да? Понятно. Итак, а экономика вообще очень сложная система. Она состоящая из большого количества подсистем, которые, в свою очередь, тоже состоят из подсистем. И ее можно рассматривать с различных точек зрения, потому что она связана с другими областями деятельности человека. Ну, сразу первое, что приходит к поводу – это психология и политика, да, с чем связана экономика. Поэтому система экономических наук тоже весьма обширна, весьма сложна, так сказать, вот такая уже тоже разветвленная система. Так же сложна, как и объем, который она изучает. Но мы с вами начинаем, так сказать, вот на первом курсе изучать микроэкономику. Это первое экономическое такое, первое знакомство с экономикой. Поэтому, как во всех дисциплинах, мы начнем с того, что определимся с предметом экономической теории. Итак, посмотрите. Экономическая теория, так сказать, полезна для нас, скажем так, если выделить основное, экономическая теория изучает проблемы эффективного использования ограниченных ресурсов с целью достижения максимального удовлетворения потребностей человека. Вот здесь самое главное – это ограниченные ресурсы, то, что ресурсы ограничены, и удовлетворение потребностей человека, а человеческие потребности безграничны. И вот этим занимается экономика. Хотя, конечно же, поскольку я вам сказала, что экономическая наука достаточно сложна по своей структуре, это, в общем-то, такое достаточно простое определение, но для наших с вами случаев простое, но достаточно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...